Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения свидетеля Анна Златовуста. Разве в том дело, возлюбленный, чтобы ты, пришедший сюда, выслушал по учениям? Это-то и служит к осуждению, когда слушанием по учениям не соединяется самое дело. Ты, христианин, для того, чтобы подражал Христу и повиновался Его законам. Что же он делал? Не сидел в Иерусалиме и не призывал больных к себе, но ходил по городам и селениям врачу и болезни, и телесные, и душевные. Мог, конечно, он, находясь в одном месте, привлечь к себе всех, Однако же не делал этого, подавая нам пример, как следует ходить везде и искать погибающих. На это же самое указал он и притчу о пастыре. И этот не сел при девяносто девяти овцах и не стал выжидать, пока заблудшее придет к нему. Нет, он сам встал, он сам пошел, нашел ее и нашедший положил на плечи свои и принес. От Луки 15 глава. Не видишь ли, что и врачи поступают точно так же? Они не требуют, чтобы больные, лежащие на постелях, приносимы были в их дома. Но сами приходят к ним. Так поступай и ты, возлюбленный, знаешь, что настоящая жизнь кратко, И что если мы здесь не соберем таких приобретений, там никак не получим спасения. Часто приобретение одной души может уничтожить бремя бесчисленных грехов И сделаться для нас выкупом в день судны. Подумай, для чего посылались так часто пророки, для чего апостолы, для чего праведники, для чего ангелы? Для чего пришел сам Единородный Сын Божий? Не для того ли, чтобы спасти людей? Не для того ли, чтобы заблудших возвратить на путь? Это сделай и ты по силе своей. Покажи все старание и заботливость о возвращении заблудших на путь истины. К этому постоянно убеждаю вас в каждое собрание. И будете ли вы внимать или не будете, я не перестану говорить. Нам постановлено от Бога законом исполнять это служение. Будет ли кто слушать или не будет? Только если вы станете слушать и исполнять слова наши, мы будем делать это с великим удовольствием. И если же будете небрежны и беспечны, с великою скорбью. Ибо нам-то, конечно, не будет никакого вреда от вашего непослушания. Потому что мы исполнили свой долг. Однако же, хотя мы сами и безопасны, исполнив свой долг, но скорбим, что вы будете обвинены в тот день. Да, слушание по учению будет небезопасно для вас, если оно не будет сопровождаться делами. Послушай, как Христос, осуждая учителей за сокрытие слова, в то же время угрожает и поучаемым. Сказав, Евангелие от Матфея, 25 глава. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Этим он показал, что принявшие наставления по выслушиванию его, это-то и есть отдача серебра, должны приносить прибыль. А прибыль учения состоит не в другом чем, как в делах. Итак, поскольку и мы передали серебро учения слуху вашему, то необходимо уже, чтобы вы представили Господу прибыль, то есть спасение ваших братьев. Поэтому, если вы только удержите в себе эти слова мои и не сделайте ничего сами, я боюсь, чтобы вам не быть осужденными, подобно закопавшему талант. Ибо и он связан был по рукам и ногам и выброшен во тьму кромешнюю. От Матфея 25-30 Зато он был выброшен, что не передал другим, что сам слышал. Итак, чтобы и нам не подвернуться той же участи, будем подражать получившим пять и два таланта. И нужно ли будет для спасения ближнего потребить слово, или деньги, или телесный труд, или другое что-либо. Не поленимся, дабы, всячески умножив данный нам от Бога талант, каждый в своей мере могли мы услышать этот блаженный голос. «Добрый раб и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». «Я-то, да сподобимся мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава и держава Отцу вместе со Святым Духом во веки веков. Аминь». «Боже, милосте, будь нам».